Если народ – это богатство государства, то главный документ государства – это конституция. Именно в ней прописаны все нормы и правила развития и управления страной. Роль значения конституции в современных условиях неоценима. В первую очередь, это конституция, это паспорт нашего государства. Это по большому, можно сказать, на простом доступном языке, это конституция как компас нашей страны, который определяет нашу внутреннюю и внешнюю политику в соответствии с конституцией. В конституции есть специальный раздел, который во всем мире сегодня одним из приоритетных направлений является права человека. 5 мая Кыргызстан отмечает 28-ю годовщину со дня принятия суверенной республикой своей конституции. За эти годы основной закон страны претерпел ряд изменений. Менялась и структура правления. Жили и при президентском, и при парламентском правлении. Конституционных реформ проводилось 10. Последнее изменение поддержал народ 11 апреля на референдуме, где поправки в проект новой конституции вносились в соответствии с развитием общества и запросами народа. Новый проект конституции широко обсуждался общественностью. Все отрасли нашей жизни, они должны быть заложены в основном законе конституции, то есть основные направления. И по какой пути мы будем идти, какое будущее, по каким дорогам мы будем идти, это определяется основным законом. То есть мы должны ссылаться на основной закон, и он должен быть фундаментом нашего государства. Насколько мы будем его придерживаться, этот закон конституционный, настолько у него будет и высокий такой авторитет в нашем государстве. Но исходя из пройденного пути нашего суверенного государства, мы показали халатное отношение к конституции. Вот эти частые изменения, вносения дополнений по какой-то прихоти некоторых лидеров. И это все привело к тому, что он немного упал, не тот статус, который он должен быть. В новой редакции конституции четко прописаны полномочия и обязанности должностных лиц. В то же время есть Курултай, который будет независимо контролировать работу государственных структур. Изменению подлежит и работа судов. Прежде всего стоит задача вернуть к судам доверие народа. Мы все должны придерживаться норм конституции. Мы выбрали президентскую форму правления. Сейчас на главу государства ложится большая ответственность. Есть изменения в структуре управления. Проводится реформа судебной системы. Несены ряд весомых и нужных поправок в статьи по защите прав и свобод граждан. Все эти нормы необходимы с учетом сегодняшнего времени. Аналитики говорят, что главная задача граждан страны – придерживаться ценностей и норм закрепленных в Конституции, развивать и благоустраивать государство, поднимать достоинства страны на международной арене, укреплять рубежи и позиции, быть уверенным в завтрашнем дне и в будущем своих детей. Надежда Усова, Руслан Саботаров, Аллато 24. Продолжение следует... Продолжение следует...